приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и вместе с вами мы вспоминаем сегодня державную икону божией матери пресвятая богородица спаси нас и прежде всего вспомним что господь наш есть господь державный держава господь есть боящих сего и завета его явит им я ко держава в моей прибежище моей сеты имени твоего ради нас ставишь ими и припитаешь ими и вот чем ближе человек к господу тем больше и сам господь уделяет от своих благ этому человеку чем ближе человек богу тем от господа больше ему подается любви той самой божественной жертвенной любви, которая в Господе, которая независна, тем больше Ему милосердия подается, кротости, смирения, потому что и смирение – это тоже божественная черта. Самый смиренный Христос, воплотившийся Бог, по смирению, по любви Он всех людей принес себя в жертву. И вот чем ближе человек ко Господу, тем больше и от Господа подается Ему всевозможных даров, а самое близкое – это Божия Матерь. И вот от державы Господа, Пресвятой Богородицы, которая честнее Херувим, славнее без сравнений Серафим, ей от Господа уделено и от державы Божией. Сказано, предста, царица одеснуя тебе, в ризах позлащенных, приукрашена, преиспещрена, то есть Господь наш царь царствующий, царь всемогущий, одеснуя его царица небесная, которая ходатайствует за людей, которые ближе всего ко Господу. И вот она явила нам свою удивительную, чудную икону, как сказано в песнопениях праздника «Яка прииди заступница на стражу земли своей я». И вот, конечно, все имеют небольшое такое представление, как была явлена державная икона Божией Матери. Мы прекрасно понимаем, что это было, значит, вот 2 марта, по старому стилю, да, 2 марта 1917 года. Это тот самый день, когда уже поздно вечером государь наш, император, самодержец Николай II вынужденно подписал отречение от Российского престола. И вот в тот же день самый явлено вот эта икона, то есть в этом событии тут как бы две такие составляющие. Одна составляющая – это такая вот сердечная наша боль, наше глубокое переживание о том, что произошло. А второе – это удивительная отрада. Потому что Царица Небесная нас не оставила, она не лишила русский народ своего заступничества, когда все вроде бы должно было порушиться. И, конечно, вот обычно мы читаем вот эти сведения про державную икону, ну, они немножко так вот отшлифованы, отредактированы. А отталкиваемся мы на самом деле от чего? Вот был такой исторический документ, который составил святитель Тихон, патриарх Всероссийский, то есть святой человек, человек, который прекрасно чувствовал реалии духовного мира и был образован, именно он составил донесение в Священный Синод, то есть официальный документ, святитель Тихон, патриарх, ну, чуть погодя он стал патриархом буквально через несколько месяцев после этого, и он описывает вот это чудо-явление – иконы Божьей Матери. А само чудо связано с простой крестьянкой из села Перерва. Звали ее Евдокия Андрианова. Вот со временем буква Н из фамилии выпала, стали писать Андрианова, на самом деле Андрианова, немножко так вот на старобрядческий манер, но такова была ее реальная фамилия. И вот как-то, ну, как-то это когда? Это было в чистый понедельник, первый день Великого Поста, когда она молилась, постилась, и вот ей дано было во сне видение. Она услышала голос, и ей было сказано очень просто. Надо пойти в Коломенское, отыскать большую черную икону, сделать ее красной, и пусть молится. Вот такая простая фраза. А Господь, когда открывает что-то, Господь не многословит, то есть Он в очень кратких таких словах, ну, или сама Божья Матерь открывает. И поскольку женщина простая, Евдокия Андрианова, то на таком вот простом народном языке, да, вот найти большую черную икону, сделать ее красной, ну, на самом деле имеется в виду омыть ее от той вот копоти, от той вот пыли, которая как наслоение некое, да, и пусть вот молится перед ней. Но первоначально она так вот не прислушалась, потому что, ну, мало ли что там во сне будет. И буквально вот где-то прошло около двух недель, и ей было уже дано второе видение, когда во сне она уже видит Царицу Небесную, как она восседает в этом величественном белом храме. И вот тогда уже понимает женщина вот этой Евдокии, что надо пойти и предпринять некие усилия, чтобы отыскать образ Пресвятой Богородицы. А сказано-то было просто в Коломенское, а вот она церковь белая. И действительно, в Коломенском находится удивительная белая такая величественная церковь в честь Вознесения Господа. И этот храм признается шедевром мировой архитектуры, кстати. Это, этот храм, он первый шатровый храм на территории России. Построен он был еще в первой половине 16 века. А шатровые храмы что значит? То есть в виде шатра, как бы такая вот палаточка, которая вверх высоко подымается. И шатровые храмы у нас строили, ну вот как раз примерно столетие с 1530-х по 1630-е года. И уже тогда он был связан с державными нашими правителями. Это храм, ну не то что обетный, а моленный, так называли эти храмы. Когда храм строили ради того, чтобы что-то вымолить у Господа Бога. Моленные храмы. И у великого князя Василия Третьего не было, как мы понимаем, ребенка долгое время. И вот он вынужден был даже вступить во второй брак. И тут вроде тоже такие вот страхи родится кто-то или нет. И когда уже он женат на Елене Глинской, то строит храм в честь Вознесения в Коломенском и строит для того, чтобы вымолить у Господа вот эту вот милость для своего великого князя. И кстати, пока строили, супруга великого князя зачала и потом и родила вот. А когда родила, тогда уже достроили храм и получилось так, что освящали его. Уже приехал и сам великий князь, значит, да, и супруга его, конечно же, Елена Глинская, и маленького своего ребенка они тоже с собой привезли. Ну, конечно, это был Иван Грозный, как мы знаем, личность, о которой спорят многие. Но как бы там ни было, при Иване Грозном все-таки Господь увеличил державу российскую. Вот как бы кто ни спорил. Вот представьте себе, что за время царствования Ивана Грозного территории России умножились вдвое, то есть на 100%. И российское государство, оно уже превышало всю Европу. То есть стало больше, чем все европейские государства вместе взятые. То есть как ни крути, все-таки держава российская, она увеличилась. И вот храм Вознесения в Коломенском, он таким образом был уже связан и с нашими правителями, да, и с державой российской. И вот, значит, женщина Евдокия Андрианова, она приходит именно в этот храм. Точнее, сначала она идет к священнику. Настоятель храма Вознесения, отец Николай Лихачев. И вот к нему приходит Евдокия Андрианова, а отец Николай как раз собирается на вечерню в храм идти. И он говорит, ну, пойдем тогда вот со мной. Услышал он ее рассказ. И вот приходит, значит, в храм. И там кто еще был? Там был еще сторож храма, согласно вот этим официальным документам, которые святитель Тихон, то, что вот записал. И пришел еще один прихожанин, который просил, хотел попросить священника, чтобы тот пошел к нему домой напутствовать больную. Конечно, показательно, что в храм тоже особо никто не шел вот в такой день, да, то есть вроде бы вечерняя должна быть, но в храме только вот сторож, вот этот прихожанин пришел. И вот сама Евдокия Андрианова со священником. Да, ну и, значит, священник с нею обошел все иконы Божьей Матери, который показал ей, она говорит, что нет, это вот не то все. И тогда он просит, обращается как раз вот к сторожу и к прихожанину, случайно пришедшему, чтобы они пошли и выйдя вот в церковный двор, и спустившись в подклечь храма, потому что там такой, ну, не то чтобы подвал, а такой как бы вот подклечь была устроена, и чтобы оттуда достали, посмотрели среди старых икон. Вот, ну, к сожалению, такое было тоже у нас в России, не очень умели реставрировать иконы, и когда проходило какое-то время, мог потемнеть лик, потому что олифы, которые покрывали, где-то вот лет через 80 она уже начинала темнеть, и спустя века, конечно, вообще лик мог стать там черным. Потом по этому же самому образу могли писать уже новое какое-то изображение, вот так вот переписывали. Так, кстати, икона Троица Андрея Рублева, она была записана следующими наслоениями, уже только в начале 20 века открыли подлинный лик Троица Андрея Рублева, а иногда вообще не очень церемонились. Например, образ вот этой знаменитой иконы Звенигородского чина, кстати, тоже преподобного Андрея Рублева. Потом-то все говорили, смотрите, какие шедевры, да, и Троица, и вот этот Спас Звенигородский знаменитый, и другие иконы, там, и апостол Павел, там, значит, архангел Михаил Гавриил из Звенигородского чина, и говорили уже, смотрите, какие удивительные иконы, а тогда что? Тогда они просто лежали в сарае и были накрыты какими-то досками, там что-то навалено, сложено, то есть, если так относиться к святыням, то какие угодно революции будут происходить, Господь будет лишать, конечно, благословения людей. И вот, кстати, на Спасе Звенигородском там даже видно, что вот эти вот потертости, они как будто от старых, то, что вот какие-то доски вот лежали и стерли вот часть лика, ну, может быть, и другая причина, но очень похоже, что прям вот как стерто лежавшими досками. А некоторые иконы, когда они уже вот слишком там старые казались, их просто вот где-то складировали, составляли, и вот в таком положении находилась державная икона Божьей Матери. Потом стали выяснять, и оказалось, что она была принесена из Вознесенского монастыря в Кремле. Когда принесена? Когда вот нашествие Наполеона. И многие иконы, ну, вроде даже целый иконостас оттуда перенесли, и вот 105 лет с 1812 по 1917 года икона, она как бы вот находилась под спудом, не будучи открыто русским людям, и вот теперь сама Божья Матерь напомнила об этой иконе. И вот, значит, когда спустились туда сторожи, вот этот случайный прихожанин, они отыскали этот образ большой, принесли его, и действительно он был потемневший, там вот и пыль всякая. И тогда настоятель, отец Николай, распорядился, чтобы его омыли. И когда омыли, сняли вот эту всю вот грязь, то увидели, что действительно величественный образ Пресвятой Богородицы, которая восседает на царском престоле, у которой на голове корона, в руках ее скипетр и держава, а на коленях восседает Богомладенец Христос, который благословляет всех верующих. И вот, братья и сестры, это вот очень важно, ведь дело в том, что были на самом деле такие официальные царские регалии, так сказать, вот символы российских императоров, царей, самодержцев. И среди таковых вот основных символов это что? Это обязательно корона, это непременно скипетр и держава. Ну, корона, понятно, как такой царский венец, который выделяет монарха как божия избранника, да, или царицу, скажем так, которая призвана на вот это особое служение, вести за собой народ к подлинному благу, а скипетр. Скипетр — это такой вот жезл. Причем когда-то давным-давно скипетр — это что? Это был всего лишь навсего пастушеский посох, с помощью которого пастухи управляли своими овечками, отгоняли всяких там волков, хищных животных. Потом вот этот пастушеский посох, он преобразился в жезл полководца, то есть того, кто ведет за собой войско, да, это вот тот правитель, скажем так, который вот народ должен привести, ну, защищая народ, так сказать, вот, привести вот тоже к подлинному благополучию, и затем уже скипетр, он перерождается в такой царский жезл, и это символ царской власти. А держава — это образ власти над миром. Вот это вот такой шар, который напоминает, конечно, нашу планету, землю, населенную людьми, и царская держава, она как символ, конечно же, империи, а российское государство сложилось именно как империя, включавшая в себя разные народы. И, конечно же, трон тоже царский, и, конечно же, вот эта вот красная порфира, риза, ну, царская порфира, она, конечно, по-разному могла изготавливаться, но это тоже образ царственности, и мы видим, что, оказывается, Божья Матерь приняла на себя все вот эти регалии, и именно этот образ открывает людям, верным своим русским людям, 2 марта, ну, повторюсь, что это 2 марта было по юлианскому календарю, ныне 15 марта, 2 марта 1917 года, и вот уже вечером, вечером того же дня в 23.40 по московскому времени происходит вот это страшное, трагическое событие, когда государь наш, император Николай II отрекается от трона. Конечно, можно много говорить, что все это было очень, так сказать, неюридически, там не были соблюдены необходимые процедуры, что вообще текст написан, он был карандашом, да, что вместо официального документа, бумаги, на которой располагается герб российского государства, на каком-то просто вот листочке, ну, просто вот от руки что-то начеркали, подписали, и что все это было очень неофициально, и вообще вынудили, да, вынудили государя так поступить, но как бы там ни было, император Николай II, он, к сожалению, вынужден был сложить свои полномочия, и пусть вот сегодня, когда мы вспоминаем державные иконы Божьей Матери, никто уже не спорит, прав он был или не прав, или надо было ему стать, как Сталин, чтобы кровью залить русскую землю, но через это предотвратить уже дальнейшие какие-то беды, вот эту кровавую революцию, там и голодомор, да, и потому что экономика вся рухнула, и гражданскую войну, и миграции, когда все кругом уничтожалось, уничтожили интеллигенцию, значит, казачество рассказачили, купечество, понятно, да, дворянство вынуждено было бежать, крестьянам сказали, что земля будет ваша, вместо этого потом лишили всех земли, колхозы создали, и все пошло прахом, ну, на какое-то время, и вот через очень жесткие такие вот манипуляции уже советских правителей, и через очень жесткие репрессивные меры создавали новое государство, им сейчас спорят, может быть, надо было Николаю Второму заранее сразу вот так вот поступить, что изначально тоже лучше, так сказать, вот залить кровью часть русской земли, но спасти русскую землю, ну, пусть сегодня никто не спорит, потому что мы зачастую не можем порядок навести у себя в семьях, люди вступают в брак, проходит год-другой, у них уже семья разваливается, то есть мы не можем свои собственные семьи сохранить, а рассуждаем о том, кто должен был сохранить, ну, огромную такую вот территорию, огромное государство, если бы государство дали нам, мы развалили бы его за два дня. Для нас более важно то, что 2 марта 1917 года Пресвятая Богородица явила наглядно свой образ и показала, что теперь она становится царицей над русским народом, она становится нашей державой, нашей заступницей, то есть вот это было явлено перед вечерней, 2 марта, да, а за несколько часов, так сказать, вот до отречения уже в судьбах Божьих, да уже в провидении Божьем все это было ясно, что к великому сожалению, и действительно кругом там и трусость, и предательство, и обман, вот как писала об этом княгиня Наталья Урусова, она вспоминает, что даже когда, значит, вот пришла она в храм, и священник зачитывал манифест об отречении, все вокруг вот ликовали, радовались, думали, что вот сейчас, мол, наконец-то в такое благоденствие наступит, а она сама при этом стояла и плакала, понимая, что теперь вот какая катастрофа случилась, но несмотря на это у русского народа осталась надежда и осталась отрада, потому что даже если многие предали, да, кругом и трусость, и обман, и предательство, Божья Матерь не отреклась от русского народа, и вот вспоминает отец Сергий Булгаков, священник и философ, мыслитель, который вынужден был тоже эмигрировать, и он в своих записях, и потом он рассказывал, делился, что как один из его близких ему людей, который как раз вот подходил уже к державной иконе Божьей Матери, а почему подходил? Потому что когда ее обрели, тут же, значит, молебен послужили, поняли, что что-то такое новое, необычное, тут же стали делать списки, и саму икону ее стали везде возить, и там, значит, по храмам, и на какие-то предприятия, где рабочие находились, и по селам, крестьянам привозили, служили молебны, и, значит, в Марфо-Мариинскую обитель, где встречала ее святая Елисавета Федоровна, а сам патриарх Тихон, святитель, который написал вот этот вот доклад о Бретине иконы державной, он же составил службу, ну, по крайней мере, при его участии, вот службы и те молитвы, которые наполняют служение Божьей Матери пред ее державной иконы, все это им было составлено, и теми, кто ему помогал, и вот, значит, человек, близкий вот этот друг отца Сергия Булгакова, он говорит, что когда он вот, буквально это незадолго до Октябрьского переворота, то есть уже вот февральская революция состоялась, да, уже все валилось кругом, там и фронт разваливался, и беспорядки всюду, и незадолго до Октябрьского переворота он подходил с такой сердечной молитвой, сердце у него щемило от боли отечества, он подошел к державной иконе Божьей Матери, и вдруг в сердце его пришел ответ, ему было сказано, Россия спасена, и он не мог понять, как это так, почему Россия спасена, ведь кругом такое происходит, красный террор, да, потом, значит, вот эта гражданская война, кровопролитие, через сколько еще пройти, и сам отец Сергий Булгаков, он тоже не мог этого понять, и не мог этого увидеть, потому что эмигрировав, он так и окончил свою жизнь, значит, за границей, и он не увидел то, чем завершилась вся вот эта вот эпопея с безбожным строем, а мы-то уже увидели, и мы понимаем, что Пресвятая Богородица, она действительно не оставила людей, то есть она сказала, что вот, Господи, пусть эта смоковница, она еще принесет свой плод, надо вот ее удобрить, надо еще ее возделать, и пройдет какое-то время, и будет опять явлен вот этот плод от русского народа, и поэтому Россия уже была спасена тогда, когда Пресвятая Богородица приняла на себя и царскую корону, и скипетр, и державу над Российским Отечеством. А почему она это сделала? Да по очень простой причине, потому что именно русский народ даровал миру целые сонмы святых людей. Конечно, и у греков, значит, у греков и богословы, и тоже святые, но у русских целые соборы святых, которые почитали Божью Матерь, начиная от Антония Феодосия Печерских, от Иова Почаевского, Сергия Радонежского, к которому особо явилась тоже Божья Матерь, и сказал, что будет неотступно от его обители. И, значит, преподобный Серафим Саровский, к которому неоднократно явления были Пресвятой Богородицы. И где почитали так Божью Матерь еще в мире? Там французы, да, или итальянцы, англичане? Вовсе нет. Русский народ чтил Пресвятую Богородицу, и русский народ на протяжении веков приносил свои молитвы. Вот что даровали миру другие народы? Ну, скажем, если возьмем немцев, да, они даровали свой немецкий такой педантизм, и там вот такие вот разрабатывали какие-то механизмы, двигатели, и все там винтик к винтику примыкает. Они даровали также немецкую вот эту философию. Читайте Эммануила Канта с его критикой чистого разума, или критику его практического разума, и там уже ум за разум заходит. И вот эта философия немецкая, она тоже как такие сложные механизмы, двигатель, где винтик к винтику примыкает, да, и все вот эти тоже сложные философские построения друг к другу примыкают, и ничего не поймешь, то же самое, как если несведущий человек попытается разобраться в двигателе какого-то иностранного автомобиля. То есть, да, они вот принесли миру это. Французы что принесли? Они принесли миру шампанское, французские духи, они принесли миру французские романы того же Александра Дюма и прочих, и мир читал вот эти любовные французские романы. Русские не дали таких романов, и слава богу, что не дали. Англичане, англичане весь мир заполонили своим языком, да, разрабатывали торговые связи, экономику. Но когда-то они мануфактуру, так сказать, вот старались вперед продвинуть, и колонии, колонии по всему, ну не по всему миру, колонии там в Африке, там еще где-то. А русские не посылали никуда колонизаторов, то есть не лезли ни в Африку, ни в Америку, ни индейцев, ни там темнокожих людей не притесняли. То есть, что даровали русские? Вот как Федор Тютчев, у него знаменитое стихотворение «Эти бедные селения, это скудная природа, Край родной долготерпения, край ты русского народа, Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, Что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной». То есть, очень такой простой быт, простые селения, и простые, кстати, нравы, открытая душа и характер русского народа. А дальше у Тютчева совершенно уникальные такие потрясающие строки «Удрученные ноши крестные, всю тебя земля родная, В рабском виде царь небесный исходил, благословляя». А ведь Господь ходил где? В Иерусалим, там святая земля, да. А русская земля – это тоже святая земля. И Господь здесь тоже ходил удрученной ношей крестной, Потому что таким был русский народ, Который подъял на себя крест заповедей христовых. И вот вся история русского народа, Она была наполнена таким искренним, сердечным служением Господу Иисусу Христу. И русская национальная идея – это на самом деле идея святости. Это идея преподобного Сергия Радонежского, Который старался единство по образу Святой Троицы утвердить, И среди князей, и среди простых людей. И вот дух преподобного Сергия Радонежского, Который всецело обращен ко Господу, И которому преподобному Сергию Божьей Матерь являлась, Вот это и отражает в целом устремление русского народа. И русский народ даровал целые, повторим, Сонмы, Соборы Святых Людей, Которые молились на протяжении веков, И которые в 20 веке продолжали молиться и ходатайствовать о нас. И, конечно же, Пресвятая Богородица, как Царица Небесная, Она ведь возглавляет сон русских святых, Соборы Святых Угодников Божьих. Поэтому она не могла отвернуться от русского народа, И продолжала защищать, продолжала охранять. Поэтому русский народ уже был предопределен к спасению В том же самом 1917 году. И вот почему мы знаем, Что так много было чудес от Божьей Матери На протяжении всего 20 века, И даже когда страшная война Великой Отечественной разыгралась, И тогда такие явные чудеса, Допустим, как наши солдаты видели образ Пресвятой Богородицы Под Кёнигсбергом, И, кстати, и фашисты тоже видели, И признавали, что да, тут что-то такое необычайное. Историки исследовали тот случай, И историк по фамилии Московский, Вот он изучал эти чудеса, И он говорит, что немцы, Когда увидели образ Божьей Матери, Или, как они говорили, образ Мадонны, Они думали, ну что же это, Может быть, это русские, Они придумали какой-то такой вот, Какой-то, ну, диафильм, что ли, Который проецировали как бы на небо, Где с помощью лучей Образ Пресвятой Богородицы, Чтобы их устрашить. А они не понимали, Что Пресвятая Богородица действительно Явила себя, показывая, Что она по-прежнему Покровительница Святой Руси, Что она по-прежнему Взбранная воевода, Победительная, Которая защищает русский народ. И вот, братья и сестры, Господь провел нас Через эти 70 лет Вилонского пленения, Как бы через горнило огненное, В котором надо было Многое понять, Многое переосмыслить. И представьте себе, Что возрождение Руси, Вот мало кто знает об этом, Оно началось именно С построения храмов В честь державной иконы Божьей Матери. Вот когда только-только Праздновали тысячелетие Крещения Руси, 1988 год, То в Псковской епархии, Там город Гдов, Там были, конечно, Исторические храмы, Но порушены. И вот отец Михаил Женочин, Он решил построить, Восстановить храм. И, значит, вот с этим он Желанием отправляется К знаменитому старцу, Отцу Николаю Гурьянову, Еще с двумя другими священниками. Только прибывает, А старец отец Николай уже говорит, А вы храм-то в Гдове, Когда будете строить? Ну и они говорят, Что вот мы как раз Приехали ради этого. И отец Николай Первый пожертвовал средства, Которые были у него, Небольшие средства, Которые, ну, Кто-то пожертвовал, А он принес это в дар На восстановление, На строительство храма. А когда второй раз Приезжает отец Михаил Женочин К отцу Николаю Гурьянову И спрашивает, А в честь кого нам Строить храм? И тот ему говорит, Как в честь кого? В честь державной иконы Божией Матери. И отец Михаил говорит, Так у меня же даже иконы нет. Отец Николай отвечает, Так в чем же проблема? Пошел в свою комнатку И выходит оттуда с образом Державной иконы Божией Матери. Ну, один из списков Державной иконы Божией Матери, Который был когда-то сделан. И вот он говорит, Что вот примите это Как благословение И освящайте храм. И действительно вот этот Первый храм, Да, когда рушился уже Безбожный строй В нашем Отечестве, Он был посвящен Именно державной иконе Пресвятой Богородицы, Как бы знаменную Вот эту вот духовную победу, Что все эти десятилетия Божия Матерь Не покидала русский народ. Она защищала, Она руководила, И вот она помогла Выйти из этого пленения. И причем Областные власти Тогда пытались Даже противостоять Строительству этого храма, Думали, что Малыми силами Никто не справится, А отец Михаил говорил, Что вот нет, Даже если будете Нас там разгонять, Запрещать, Мы все равно будем Приходить и строиться, И действительно Удалось построить. И представьте себе, Что строительство Храма Христа Спасителя, Главного храма Русской Православной Церкви, И храм-символ, Символ возрождения Нашего Отечества, Оно тоже начинается С державной иконой Божией Матери, Потому что В 1990 году Еще за пять лет, Даже вот до начала Строительства Еще бассейн стоял, Вот представляете, Бассейн еще стоял, А уже тогда Вот маленькая общинка, Которая думала Восстановить Храм Христа Спасителя, Они прямо вот рядом С бассейном Поставили Закладной камень, Закладной камень, Он как бы кладется В основании храма, Чтобы вот оттуда Уже пошло строительство, Восстановление Собора, И на этом закладном камне Был образ Державной иконы Божией Матери, Как символ Возрождения Нашей державы, Нашего Отечества, И что интересно, Вот этот закладной камень Державной иконы Был поставлен 4 декабря 1990 года, То есть В праздник Ведения во храм Божией Матери, А ведь Храм Христа Спасителя Когда разрушили? 5 декабря В 91 году Два прогремела взрыва И вот прошло Сколько-то десятилетий, Да, И 4 декабря Ставят этот камень, А 5 декабря, Когда, Ну, вроде бы, Должны были вспоминать Взрыв Храма Христа Спасителя, Разрушение, Уже стоит Камень В честь возрождения Храма Христа Спасителя, И через 5 лет, Когда началось строительство, То прежде всего Построили, Вот братья и сестры, Построили прежде всего Маленький храм В честь Державной иконы Божьей Матери, И закладной камень Туда вот перенесли К этому храму, Там он и находится, Получается так, Что вот этот образ, Он сейчас для нас Особенно знаменателен, Как образ Духовного возрождения Нашего Отечества, И, конечно, Мы должны молиться При Святой Богородице, И перед державной иконой, И перед другими ее Образами, Памятуя, Что Царица Небесная, Она сама явила себя Как и Царица, В том числе, Русского народа, Взяв скипетр и державу, И это значит, Что Божья Матерь Нас не оставит, Будем молиться ей, Будем просить ее О духовном возрождении Нашего Отечества, Но это возрождение, Конечно, Должно начинаться С духовного возрождения Каждого из нас, Чтобы наши сердца Преображались, Чтобы жизнь Русского народа Опять выстраивалась По заповедям Господа Иисуса Христа, Тогда и внешне Все начнет меняться, Вот если поменяется Внутри, То уж во внешнем Точно все поменяется, Но Господь нам дал Великое утешение, Великую надежду, И Пресвятая Богородица Через свой образ, Она как бы Дает некоторое обетование, Что у русского народа Все восстановится, Что Божье благословение Не покинет русских людей, И самое главное, Чтобы сами русские люди Не отказывались, Не отрекались От Божьей Матери И уж, конечно, От Господа Иисуса Христа. Пресвятая Богородица, Спаси и сохрани землю русскую, И спаси вообще всех Православных христиан, И помоги всем народам земли Жить в мире, Любви, согласии, И созидать свою жизнь, Как вот путь К вечному небесному царству. Аминь. С праздником вас, Дорогие братья и сестры. Внеси свой вклад, Оцени, Подпишись, И поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok